Всем привет! Сегодня видео для тех, кто не может разобраться, из-за чего компьютер тормозит. Я расскажу, как узнать, что может тормозить ваш компьютер и как исправить это торможение навсегда, чтобы ваш компьютер работал наконец-таки нормально. Тормозить компьютер может по двум глобальным причинам. Из-за программной части и из-за железа. Давайте разберемся во всех причинах, из-за чего могут возникать торможения. И да, если твоему компу 30 лет и он полное дно, ему уже не поможет ничего. Ну а для всех, у кого хотя бы уже компьютеру 29 лет, давайте смотрите ролик. Итак, первое, давайте начнем с того, что есть программная часть, которая тормозит компьютер. И чаще всего именно из-за программ, из-за драйверов, из-за каких-то моментов ваша операционная система будет тормозить. Значит, первое, что нам нужно зайти в диспетчер задач и посмотреть, что именно за задачи у нас запущены на нашем компьютере. Здесь в диспетчере задач вы можете посмотреть всю эту информацию. Рекомендую даже вот так вот на весь экран открыть диспетчер задач, чтобы вы максимум могли видеть, что происходит на вашем компьютере. Устал мучаться с пиратской Windows 10 Pro? Активация постоянно слетает? Компьютер глючит и ведет себя странно? Или ты просто хочешь наконец-таки легализировать свой компьютер? Купи лицензию на Windows 10 Pro раз и навсегда и больше никогда не мучайся. Цена всего 1300 рублей или 18 баксов. Заходи в группу спецкомп, в раздел товары, нажимай на товар Windows 10 Pro. Клацай на показать полностью. Здесь ты можешь прочитать все о товаре и как его можно купить. Если вдруг очень сильно сомневаешься, можешь почитать комментарии за последние 3 года. Тут уже 920 комментариев от довольных покупателей. Очень удобный и очень хороший диспетчер задач на десятке. Если вдруг вы его ранее не открывали, он у вас будет вот в таком вот виде. Чтобы его раскрыть на весь экран, нажмите кнопочку подробнее. И он у вас будет нормальный, такой же как у меня. И переключитесь во вкладку процессы. И в данном случае здесь вы будете уже видеть, сколько у вас нагружается центральный процессор, сколько у вас отжирается оперативная память, сколько у вас нагружается диск и сколько у вас нагружается сеть или интернет. И в данном случае вот по этим данным вы уже очень многое можете определить. Естественно не всегда могут быть проблемы из-за программ. Естественно не всегда могут быть проблемы из-за того, что у вас что-то с компьютером не так или с программами что-то не так. Если вы видите, что у вас, например, процессор загружен на 100%, это либо слабый процессор, либо какой-то из процессов, его очень сильно нагружает. Чтобы это проверить, просто нажмите вот сюда вот на процессор, и, соответственно, вы будете видеть те процессы, которые максимально сильно нагружают ваш именно центральный процессор. И в данном случае все их здесь можно увидеть. Вот, например, у меня сама сильно нагружает, вот, к примеру, Google Chrome, когда он запущен, да, вот торрент открыт. Но они, как вы видите, все сейчас жрут ноль, то есть они не жрут ничего. Если у вас процесс, который вы увидите здесь, он будет жрать, например, там 30, 40, 50, то есть 100% сразу, то вы в любой момент можете посмотреть, что это за процесс. Тем более, даже если вы не знаете, что это за процесс такой и откуда он взялся. Вот, к примеру, вот неизвестный процесс, который, в принципе, в самом верху. Давайте посмотрим, что мы можем с ним сделать. Правой кнопкой по нему клацаете, и вы можете, во-первых, снять задачу, если вдруг вам нужно резко, быстро увеличить производительность вашего компьютера. Вы хотите, чтобы ресурсы вашего компьютера пошли на что-то другое, а на непонятную какую-то программу, которая сейчас нагружает ваш компьютер на 100%. Вы можете посмотреть подробно, что это за файл. Вы можете открыть расположение этого файла. Но давайте посмотрим более подробно, что это за файл, для чего он нужен. У вас диспетчер задач переключился на вкладку подробности. И в данном случае, вот здесь в подробностях уже видно, какой из процессов у вас выполняется. И в данном случае вы можете видеть конкретный процесс, который был запущен. Вот он сейчас уехал, и мы его не видим. Хотя вот он здесь есть, вот он подсветился у нас. И, соответственно, здесь мы еще раз можем нажать на нем правым кнопкой. То же самое, мы можем снять задачу. То же самое, мы можем, например, посмотреть, открыть расположение данного файла и посмотреть, что это. То есть в данном случае я вижу, что у меня этот файл открылся, вот он у нас путь. AC, Program Files, VMware, VMware Tools. То есть это в моем случае, именно в моем случае, вот именно этот файлик, это файлик, который запускается вместе с виртуальной машиной. А как вы знаете, я это видео снимаю через виртуальную машину. И, соответственно, вот здесь я могу этот файлик найти. И по косвенным признакам, где он установлен, что рядом с ним лежит, я могу понять, что это именно драйвера виртуальной машины, которые используются на данном компьютере. И с этим файлом у меня все в порядке, никаких проблем у меня с этим файлом нет. То есть это нормальный оригинальный файл. И даже если бы он жрал большое количество процессора, то первый вариант, его можно просто попробовать переустановить, установить более новую или наоборот более старую версию. И таким образом исправить вот эту самую нагрузку на процессор, если эта программа дает постоянную нагрузку. С любой программой вы можете разобраться таким образом. Если у вас программа реально подвешивает ваш компьютер, возможно, это просто какая-то вам попалась именно такая вот глючная версия этой программы. Попробуйте установить либо более новую версию, либо более старую. Но если у вас прям очень-очень старый компьютер, естественно, на очень старых компьютерах будет работать более старые версии, более стабильно. Потому что они для них специально изначально разрабатывались. Думаю, с этим все в порядке. И давайте обратно вернемся во вкладку процесса. Вы разобрались, какой процесс и сколько жрет у вас центрального процессора, процентного времени. И теперь вы можете посмотреть, какой процесс жрет у вас, например, оперативную память. Здесь уже более понятно становится, например. Здесь видно, что, к примеру, тот же самый Google Chrome со всеми его открытыми вкладками в моем случае. Вот он жрет у нас 137 мег и 121 мег. То есть, грубо говоря, это у нас будет 260 мегабайт. Сейчас жрет в чистом виде Google Chrome. А вот у нас еще есть Google Chrome, да. И он у нас дальше там встречается. Вот он, вот он, вот он. Все процессы Google Chrome. И по факту получается, что один Google Chrome там у нас жрет 300-350 мег, когда на нем вот запущено всего лишь несколько окон, как в моем случае. Что вы можете сделать с памятью? Во-первых, если у вас мало памяти, то она в любом случае всегда будет загружена очень-очень сильно. И любое приложение, которое требует некое количество оперативной памяти, будет вам эту память нагружать. Но в этом ничего страшного. Нет, у вас оперативка может быть забита даже на 100%. При этом компьютер будет кое-как, конечно, работать, но он уже будет тормозить. О чем и сегодняшнее видео. Так вот, если вдруг вы видите какие-то приложения, которые вы не используете на данный момент, но они жрут достаточно большое количество памяти. Вот в данном случае, к примеру, что можно показать. Вот у меня есть какое-то приложение, которое называется «Запустите». Оно жрет 24 мега моей памяти. Я нажимаю кнопочку «Снять задачу». Вот, и у меня снимается эта задача, соответственно, она заново появляется, так как она системная, но она уже жрет меньше памяти и меньше забивает того же самого кэша. Так вы можете повырубать все ненужные на данный момент вам приложения. Вот, например, торрент у меня сейчас работает. Оно мне, это приложение, не нужно. Я не собираюсь сейчас ничего через него качать. Нажимаю кнопочку «Снять задачу». Все, у меня, соответственно, высвобождается некая часть оперативной памяти. Но есть момент, например, у вас сарый компьютер, у вас 1 гигабайт, 2 гигабайта оперативной памяти. Что делать в этом случае, если у вас постоянно память забитая на 100% и вы уже никакими способами не сможете ее освободить? Под эту тему я снимал уже несколько видео. Во-первых, вы можете воспользоваться программой MemReduct. Зайдите на мой канал, я вам сейчас найду это видео по MemReduct. Вот оно, это видео. «Сделай из слабого компа ракету». Там я рассказываю, как вы можете с помощью программы очень хорошо постоянно подчищать память. Что даже если у вас, например, 2 гигабайта памяти, то у вас из двух постоянно будет около гигабайта освобождаться. Ну и вы, в принципе, в таком режиме, постоянно освобождая память, сможете довольно-таки шустро работать даже на очень старом компьютере с малым количеством оперативной памяти. Но если у вас еще все хуже, тогда вам нужно будет увеличить файл подкачки. Потому что если у вас постоянно память забитая под 100%, это значит, что памяти постоянно недостаточно. Соответственно, тогда вам нужно будет перейти в старую панель управления. Если это в десятке, вот здесь просто набираем панель управления. Вот так вот она будет выглядеть. Ну а в семерке просто переходите в раздел панели управления. Там она доступна по умолчанию, так как там сохранятся все настройки. В общем, в панели управления вас интересует раздел «Система». Далее вам нужны дополнительные параметры системы. Здесь у нас есть параметры быстродействия. И вот здесь мы переключаемся в раздел «Дополнительно». Нажимаем кнопочку «Изменить» вот тут. И, соответственно, в данном случае у меня компьютер автоматически выбирает файл подкачки. То есть в моем случае используется из файла подкачки всего 1.4 гига. То есть вы здесь можете файл подкачки увеличить, если у вас постоянно забитая оперативная память. Что это даст? Это даст то, что некоторая часть того, что должно храниться в оперативке, оно будет храниться на диске или на SSD, в зависимости от того, что у вас установлен под системный диск. Но я сразу хочу сказать, если у вас медленный HDD диск, то есть старого типа диск, то тогда я не рекомендую использовать большой файл подкачки. Вы можете поставить там 2-4 гигабайта. Но больше 4 гигабайтов для программ не имеет никакого смысла ставить. Если вы еще и пытаетесь на этом на всем железе в игры играть, то там, конечно, может понадобиться более 4 гигабайтов файла подкачки. Ну а, соответственно, чем больше у вас будет файл подкачки, тем сильнее ваш компьютер будет тормозить. Почему? Потому что если все запихивать в файл подкачки, то все у вас будет открываться с диска. А если у вас диск тормозной, то, соответственно, все это будет происходить с очень-очень большими тормозами. И все это из-за того, что у вас просто нехватка оперативной памяти. Варианты решения этой проблемы увеличить количество оперативки, либо увеличить файл подкачки. Но если вы увеличиваете файл подкачки, вы увеличиваете торможение. но в принципе ваш компьютер позволяет работать вам дальше, при том, что у вас может быть все равно мало оперативки. Думаю, с этим все в порядке. Если вдруг вы хотите изменить количество файла подкачки, вот здесь убираете галочку, вот здесь выбираете «Указать размер», файл подкачки ставите на «С», здесь пишите, допустим, если вы хотите поставить 2 гигабайта, то это в мегабайтах пишется 2.48, и, соответственно, вот здесь вы пишете ту же самую цифру 2.48. Если вам надо 4 гигабайта, то это уже будет 4.96, 4.96. И то же самое пишите вот тут внизу. Нажимаете кнопочку «Задать», перезагружаете ваш компьютер, и тогда у вас автоматический файл подкачки после перезагрузки уже будет 4 гигабайта, и, в принципе, много чего уже будет помещаться на ваш диск. Если у вас SSD диск, то, в принципе, файл подкачки будет работать довольно-таки быстро. И в вашем случае, если SSD диск, то файл подкачки можно сделать типа больше. Но очень-очень странно, если у вас мало оперативной памяти и стоит SSD диск. Это что касается выделения памяти. Думаю, с этим вы разобрались. Ну и есть последний момент по поводу диска. Когда у вас полностью максимально нагружен диск, и диск очень может нагружаться как раз из-за того, что он медленный. Почему? Потому что если вы используете, например, древнющий 10-летний HDD диск, на котором уже очень много медленных секторов, на которых есть уже побитые сектора, то это все быстро работать в принципе априори не может. Тогда вы увидите очень-очень большую нагрузку на диск. Ну и нагрузку на диск вы увидите, например, при каких-то таких определенных моментах, когда вы, например, делаете распаковку архива, когда вы делаете установку игры, когда вы делаете установку программы. В этот момент все использует ваш диск. Соответственно, какие-то файлы записываются на ваш диск. И в этот момент диск может быть нагружен. Кроме того, диск может нагружать, например, обновление операционной системы Windows 10. Так вот, по поводу диска. Если вдруг у вас с диском какие-то проблемы, опять-таки, есть мой канал, на котором вы можете найти видео по поводу диска, почему он нагружен. Я об этом уже неоднократно рассказывал. Вот оно, это видео. Загрузка диска 100%. И там я более подробно рассказываю о том, что будет происходить, если у вас нагружен диск, и как можно эту нагрузку максимально снять. В этом видео я это показывать не буду, потому что, представьте, прошлое видео там заняло огромная куча времени, 22 минуты. То есть, если в этом видео рассказывать все конкретно, то никакого времени не хватит. Если у вас именно проблема с диском, смотрите это видео. Итак, думаю, с диспетчером задач мы разобрались. Но это еще не все, что вы можете посмотреть. Вы можете здесь, например, посмотреть уже в графиках, насколько когда у вас сильно нагружается центральный процессор, насколько у вас нагружается память, насколько у вас загружается SSD диск, и у вас нагружается сеть или интернет. Но это есть только в десятке. Если у вас вдруг вариант, когда у вас установлена семерка, сейчас я быстро покажу, как разобраться в семерковском диспетчере задач. Ну и, в принципе, восьмерковский диспетчер задач, он уже будет такой похожий на десятковский. То есть, там будет уже что-то среднее, но очень близко к десятковскому. Итак, вот он, семерковский диспетчер задач. Тут, в принципе, то же самое. Вот они, у вас есть процессы. На любой процесс вы можете в любой момент нажать. Вы можете посмотреть свойства этого процесса. В данном случае, например, можно узнать, что это за процесс, если нажмем кнопочку «Подробней». А здесь можно узнать, что это за файл, кем он был разработан, вот какая у него версия. И, в принципе, то же самое можно сделать и в десятке. Вот она у нас, допустим, десятка. Вот здесь у нас есть процесс. Переключаемся. Вот выбираем, например, Google Chrome. Нажимаем кнопку «Свойства». Здесь у нас тоже есть кнопка «Подробно». И тут тоже вот можно посмотреть, что это Google Chrome, разработчик компании Google. То есть, здесь можно узнать подробно, что именно за это приложение, как оно, кем оно было разработано, чтобы понимать, нормально это приложение или, возможно, это какой-то вирус. Та же самая функция. То есть, в семерке у нас это подобно происходит. Ну и что вы еще можете здесь посмотреть? Вот открываем тоже на весь экран, чтобы было более понятнее. В семерке, например, здесь есть раздел «Описание», но он, в принципе, есть и в десятке. Это все можно включить, настроить. Если вы, например, хотите видеть, что именно, вот как у меня командная строка, потому что этого у многих нету, то есть, какая командная строка запускается, какой файл из командной строки запускается для работы какого-либо конкретного процесса. Но это нужно уже больше для вычисления вирусов. Но, в принципе, если вам вдруг это надо, во вкладке «Процессы» переходим в раздел «Вид». И вот здесь вот есть «Выбрать столбцы». И вот здесь вот можно поставить галочки всех столбцов, которые могут вас интересовать. Вот здесь вот можете посмотреть, что там нагружает этот процесс. Откуда он взялся, сколько он использовал байт, сколько он записал на диск и так далее. Где он был выполнен. Все, в общем, это можно здесь открыть. Ну и здесь, в принципе, есть еще раздел «Быстродействие». Оно подобное, конечно, десятковскому, но уже ближе к XP. Вот здесь можно, например, посмотреть, сколько всего выделено оперативной памяти. Например, сколько из этой оперативной памяти занято. Здесь, конечно, более скудно, но, в принципе, суть та же самая. То есть, по процессам вы можете все то же самое посмотреть и здесь, и, в принципе, все эти функции, которые есть в десятке, есть и в семерке. То есть, обратите внимание, я больше на семерковском диспетчере задач заострять внимание не буду. Еще один момент, который здесь есть, это отображать процессы всех пользователей. если вдруг у вас есть несколько пользователей или, например, есть вирусный пользователь. Вот это вот иногда полезно нажимать, чтобы посмотреть именно процессы, которые запущены всеми пользователями, а не только тем, которые используются сейчас. Итак, давайте разбираться дальше. В десятковском именно диспетчере «Задач» появилась вот такая вот новая вкладка «Журнал приложений», которая показывает именно приложения uvp-share, которые десятковские, работают только на десятке, сколько это приложение по времени работало и сколько это приложение сожрало, например, сетевых ресурсов. Что хорошо тем, что здесь можно вычислять приложения, которые работают без вашего ведома, которые, естественно, нагружают ваш компьютер Ну и в любой момент большинство из этих приложений можно все-таки удалить, выпилить из операционной системы В принципе, вы можете попробовать просто через панель управления удалить, попробовать вот эти вот все приложения, которые вы не используете Если они не удаляются, а есть такие, которые не удаляются, тогда там уже нужно, конечно, потанцевать с бубном, например, удалить ту же самую картану не выйдет просто В общем, ладно, из-за чего еще компьютер может тормозить? Он может тормозить из автозагрузки То есть, если у вас, например, загружается слишком много программ, которые вместе с компьютером стартуют То есть, когда у вас включается компьютер, вместе с ним у вас может стартовать огромное количество программ Чем больше у вас их установлено, тем больше шанс того, что у вас их будет запускаться много Во-первых, если это обычный компьютер, то там могут загружаться целая куча различных дров или программы от этих драйверов А потом могут загружаться различные, например, мессенджеры, то есть вот раньше очень-очень сильно долго тупил загрузку Skype, к примеру, это я просто привожу к примеру, сейчас же там многие используют на компьютере другие мессенджеры, тот же самый, например, Telegram, он хоть и загружается быстро, но все равно на старте работы компьютера он подвешивает всю работу. Так вот, если вдруг у вас вот здесь вот в списке автозагрузка огромный список и там очень-очень много различных программ, рекомендую эти программы почистить, здесь все то же самое, вы по каждой программе можете посмотреть, что это за программа, нажав на ней правой кнопкой и посмотреть кнопочку свойства, то же самое, что я уже показывал в разделе подробно, здесь можно посмотреть, что это за программа, кем она была разработана, какая у вас установлена версия. Если вдруг вы все это не понимаете, вот допустим, вот это непонятно, что это за файл, нужен он в автозагрузке или не нужен, нажать кнопку поиск в интернете, то есть этот вам будет, вот давайте откроем, в данном случае у меня открылся Bing и в Bing открылись вот такие вот файлики, но в принципе то, что оно у меня открылось через Bing, это всегда так, потому что мы открываем именно через диспетчер задач. В любом случае вот эту вот подпись вы можете скопировать, перенести в Google и уже в Google посмотреть, что это именно такое, потому что в Bing он откроется, скорее всего, на английском языке и будет непонятно. В данном случае вот здесь уже можно будет выбрать, что это на русском, и многие, например, думают, что появился майнер, VMware, то есть это никакой не майнер, это обычная программа, которая подключается именно для виртуальных машин, хотя может майнеры маскируются сейчас под этот процесс. В общем, вы можете посмотреть на сайтах, что это такое, разобраться нужно оно вам или не нужно, и вот здесь вот в случае чего, если вдруг вот, например, картана вам не нужна, вы можете отключить ее на загрузке, хотя она у меня уже отключена полностью, но все равно она висит у меня в автозагрузке, вы ее отключаете, таким образом у вас компьютер загружается на старте уже намного-намного быстрее. Например, в разделе подробностей я вам уже показывал, здесь каждый конкретный процесс висит, по каждому конкретному процессу можно посмотреть, что это такое, вот многих в последнее время беспокоит, что же такое runtime broker, и вы можете открыть расположение этого файла и посмотреть, что это находится файл в папке system32, что этого файла такая же самая дата, как у остальных файлов, которые в этой папке находятся. Это значит, что системный это файл был, он загружен вместе с виндой, соответственно, если у него по дате никаких отличий нету с другими вот файлами, которые тут лежат, то ничего страшного в этом файле нету, это системный файл, ничего плохого он вам на компьютере не сделает. Если вдруг непонятка, если вот оно лежит в папке windows или system32, смотрите по дате, если с такой же датой, с таким же временем есть другие файлы, которые системные 100%, вот, например, вот этот файл 100% системный, там, делельки тоже будут системные 100%, то ничего страшного в этом файле нету, чтобы вы просто понимали. Ну и теперь следующее. Помимо того, что у вас может быть просто глючная программа, у вас на компьютере может быть вирус. И о вирусах я уже много рассказывал на моем канале, у меня есть целая куча видео по этой теме. Если вдруг у вас все-таки поселился вирус, попробуйте найти мое видео по поводу удаления вирусов с компьютера, сейчас я вам его покажу. Вот оно, это новое видео, я выпустил его два года назад, но оно до сих пор актуально, до сих пор находит вирусы. Ну и еще один момент, если у вас постоянно нагружается центральный процессор до 100%, то есть вот здесь вот в разделе АЦП у вас какой-то непонятный висит процесс, и он грузит ваш компьютер очень-очень сильно, он не всегда может грузить до 100%, он может, например, грузить на 80%, на 75%, сейчас так новые майнеры работают, они уже не грузят комп на 100%. Попробуйте посмотреть видео скрытый майнер, ну и естественно, а сам майнер вы сможете вот с помощью вот этого видео удалить, то есть никаких проблем у вас с этим не возникнет. И сейчас большая часть тех людей, которые мне пишут о том, что у них тормозит компьютер, где-то в процентах, наверное, 75-80 случаев, это 100% майнер, и вот из-за майнера все эти проблемы. То же самое есть и с играми, когда вы запускаете какую-то игру, у вас компьютер вроде тянет игру, но если у вас раньше игра работала, к примеру, там, выдавала 200 фпс, а сейчас она выдает 40 фпс, то это странно, на компьютере ничего не менялось, железо то же самое, это говорит о том, что вы просто скачали игру с майнером, то есть сейчас очень популярна в интернете такая тема, что вы качаете какой-нибудь пиратский репак с игрой, вот сама игра, она, естественно, у вас работать будет, но там сидит майнер, который будет ваш компьютер юзать на 100%, то есть если игра, например, старенькая, она юзает ваш компьютер там на 40%, соответственно, майнер будет дополнительно работать, и он будет юзать ваш комп на 100%, таким образом вы получаете снижение производительности в игре, но игра у вас, в принципе, как бы работает, идет, но фпс стал намного-намного ниже. Будьте внимательны с этими майнерами, потому что сейчас вот каждый второй случай, когда пишут, что в игре снизилась производительность, это майнер. Следующее, из-за чего может ваш компьютер нагружаться, это проблемы с драйверами. По поводу драйверов я уже рассказывал, значит, во-первых, вы, если у вас будет сбойный драйвер, вы не увидите нагрузку на ваш процессор, вот здесь вот не будет отображено, что какой-то процесс именно грузит ваш процессор, но вы увидите такую штуку, которая называется системные прерывания. Так вот, процесс системных прерываний, он будет очень сильно нагружать ваш компьютер, не всегда, тоже это будет на 100%, например, системные прерывания могут нагружать ваш компьютер там на 30-40%, но что происходит? Это у вас какой-то сбойный драйвер. По поводу этого сбойного драйвера есть очень хорошая программа. Laten Simon, я уже эту программу показывал. Вот оно, это видео, чтобы вы понимали, где ее найти на моем канале. Значит, оно недавно, я его выпускал. Вот оно, системные прерывания. Так вот, именно в этом видео я рассказал, что делать, если вдруг именно процесс системные прерывания, это чаще всего бывает на 7-ке, на 8-ке, ну и на 10-ке тоже такое есть, если он нагружает у вас процессор. Так вот, там нужно будет запустить программу Laten Simon и найти ваш сбойный драйвер. Естественно, еще хочу по поводу драйверов напомнить о том, что все драйвера, которые вы используете на вашем компьютере, я рекомендую качать с официального сайта производителя. То есть, если вы скачали где-то непонятно где драйвер, естественно, он может быть сбойный, потому что, например, некоторые сайты, на которых вы качаете драйвера, они берут один драйвер, унифицируют его под все устройства, и он на этих всех устройствах начинает работать. Но это не значит, что это самый подходящий драйвер для вашего устройства. То же самое происходит с программами типа DriverPack, типа SDI, и все на них жалуются, что вот после них проблемы. На самом деле, если иметь прямые руки, то из DriverPack и SDI можно поставить нормальный рабочий драйвер. Но у новичков это не получается, и у новичков из-за этого возникает целая куча проблем. То есть, компьютер переходит к синему экрану, то есть, выбивает синие экраны, и у вас постоянно сыпятся эти синие экраны. У вас постоянно процесс системных прерываний нагружает ваш процессор. В общем, очень много проблем происходит из-за неверных сбойных глючных драйверов. Какой совет? Все драйвера, которые на вашем компьютере есть, вы обязательно идете и берете на сайте производителя вашего оборудования. К примеру, у вас материнка Gigabyte. Вы идете на сайте Gigabyte.com, по названию находите вашу материнку, качаете там все драйвера, которые есть к вашей материнке, и ставите именно их. Желательно предварительно удалить предыдущие драйвера, которые у вас стояли. Если вы не знаете, как это все делается, опять-таки, есть мой канал. И на моем канале я уже 150 лет назад рассказывал, как установить драйвера вручную. Сейчас я ищу это видео. Вот оно, поиск и установка драйверов на ПК вручную. Я там рассказываю, как по идишнику найти драйвер, и кроме того, как на официальных сайтах находить драйвера под ваше оборудование. Если у вас видеокарта NVIDIA, вы идете на сайт NVIDIA и качаете драйвер оттуда. Если у вас, например, сетевая карта, там Intel или Realtek, вы качаете это все с официальных сайтов. Все. Никаких других мест, где вы будете качать и устанавливать драйвера, для вас быть не должно, особенно если у вас постоянно возникают глюки. Следующее, из-за чего у вас может тормозить компьютер, это перегрев. Это обычный банальный перегрев, когда у вас оборудование ваше работает не в нормальном диапезоне температур. То есть перегрев может быть с процессором, перегрев может быть с оперативной памяти, перегрев может быть с SSD диском, перегрев может быть с блоком питания, перегрев может быть практически по всем компонентам вашего компьютера, кроме некоторых отдельных моментов. В общем, когда у вас что-либо перегревается, вы ловите такой момент, что у вас начинает страдать очень сильно производительность. Например, при перегреве процессора вы ловите троттлинг. Троттлинг это когда процессор, он вроде бы как работает, но он обрабатывает не все то, что ему задано. То есть, как вы знаете, основная задача процессора – обсчитывать какие-то данные. Так вот, при перегреве процессора эти данные обсчитываются не в каждый такт, а некоторые такты пропускаются. Таким образом, производительность очень дико снижается из-за обычного банального перегрева. Многие этого не знают, многие думают, что это какая-то программа, многие думают, что это какой-то вирус. В итоге у вас один и тот же процессор будет работать по-разному, если он нормально охлажден и если он с перегрева. То есть, к примеру, у вас те же самые программы, вот в данном случае в моем, да, у меня процессор сейчас напрягается на 31%. Но если бы у меня на этом процессоре сейчас был перегрев, то, возможно, бы эти же самые программы, они нагружали бы мой процессор уже на 60%, а то и на 90%, смотря сколько тактов бы пропускалось, смотря какой высокий перегрев бы был. Так вот, что вам нужно сделать? Вам нужно просто почистить ваше оборудование от пыли, смазать кулеры, поменять вентиляторы, заменить термопасту и так далее. И по этому всему, как вы уже догадались, на моем канале есть видео. Я уже показывал, например, как можно почистить полностью все компоненты вашего компьютера. Вот, например, как заменить термопасту. То есть, эти все видео есть на моем канале, вы можете перейти во вкладку видео и найти все видео, которые были, в принципе, на моем канале. Если что-то интересное тут увидите, можете это все дело просто посмотреть. Надеюсь, с перегревом мы разобрались и мы едем дальше, что может еще вызывать торможение. Торможение может вызывать уже сбойное или уже плохо работающее железо. Часто, самое частое, то, что может вызывать торможение, это нагрузка, когда у вас на диск очень высокая. Это говорит о том, что у вас старый медленный HDD диск, на котором, например, очень много медленных секторов, либо на котором есть очень много уже битых секторов, битых, бэт-секторов. Соответственно, это все приводит к тому, что дисковая система у вас начинает тормозить, а из-за дисковой системы ничего, в принципе, работать быстро не может. К примеру, если у вас большой файл подкачки, то, обращаясь к медленному диску, у вас тормозит полностью все. У вас будет тормозить браузер, у вас будут тормозить игры, у вас будут тормозить программы. То есть, все будет запускаться очень медленно и вы увидите прям очень дикие торможения. Почему? Многие видят существенную разницу, когда, например, заменяют старый HDD диск на новый SSD. И разница в ускорении, она прям на глаз видна, прям люди сразу видят, ничего себе, мой компьютер начал так хорошо и быстро работать. Компьютер у вас тот же, просто раньше у вас был медленный диск. И что из этого? Из этого следует, что есть, опять-таки, на моем канале целая куча видео, которые позволяют попробовать восстановить ваш диск, попробовать привести его в порядок. Вот, например, вы можете сделать диагностику вашего диска, проверить, есть ли на нем медленные сектора, есть ли на нем беды. И если вдруг они все-таки у вас есть, то вы можете ускорить убитый HDD диск, если у вас нет уже денег менять на другой диск. Вот здесь вот есть тестирование, вот здесь вот есть как ускорить старый медленный SSD диск. Ну и лучший, конечно, вариант будет замена на новый SSD. То есть, SSD будет максимально вам давать прирост производительности именно в дисковой подсистеме. Следующая проблема это то, что у вас может быть бита оперативная память. Это встречается редко, но это бывает. Из-за битой оперативной памяти вы можете ловить синие экраны, вы можете ловить непонятные вот такие вот зависания прямо на несколько секунд. И это очень часто бывает именно из-за памяти. Кроме того, вот такие зависания на несколько секунд и тормозящий вот такой вот звук может происходить из-за материнской платы и из-за видеокарты. Вот, причем на материнской плате тоже могут быть проблемы, например, с подтормаживанием, когда у вас начинает отваливаться мост. Это тоже происходит все из-за перегрева, поэтому все с друг другом очень сильно связано. Еще момент, из-за чего могут происходить торможения, это ваш блок питания. Очень-очень часто бывает так, что блок питания вы можете использовать уже очень-очень давно. Например, вы потихонечку модернизируете ваш компьютер, устанавливаете на него новое оборудование. Но у вас блок питания работает, вы думаете, а зачем его менять? Если он работал на старом компьютере, значит он и с новым оборудованием будет работать. Но есть несколько маленьких «но». Во-первых, чем старее блок питания, тем меньше он уже выдает ватт, потому что потихонечку блок питания перестает выдавать ту мощность, которая была заявлена изначально, когда блок питания был новый. То есть, если вы купили новый блок питания на 500 ватт, к примеру, 10 лет назад, то сейчас от этих 500 ватт максимум осталось 350. И поверьте, это еще очень хорошо, если осталось 350, потому что кондеры уже просохли, оборудование там совсем использовалось не в нужных параметрах, например, постоянный был перегрев блока питания. Все это привело к тому, что блок питания сейчас не может выдать те заявленные изначально ваты, которые были. Но вы продолжаете использовать этот блок питания, покупаете новую материнку, ставите новый SSD диск и так далее. У вас все новое, но вы замечаете, что ваш компьютер как-то продолжает странно и очень-очень плохо работать. Тоже было отдельное видео по поводу, например, AIDA64, в которой можно потестировать ваш компьютер на наличие, например, просадок по напряжению. Естественно, AIDA, конечно, не дает 100% гарантии, что у вас где-то проседает напряжение, но AIDA, например, позволяет проверить ваш компьютер, например, тестами специальными, которые позволяют выявить, что именно с вашим компьютером не так. Во-первых, у меня есть целый плейлист, вот здесь вот можете перейти в раздел плейлист, там есть полностью плейлист по тестированию всего оборудования вашего компьютера, то есть диагностики оборудования компьютера. Ну и AIDA, она показывает, где просадки по напряжению. Если вы вдруг видите их по AIDA, возьмите мультиметр или позовите человека, который в этом разбирается, и померите напряжение по BP. Ну или уж, если совсем все впадлу и лень, просто посчитайте, сколько ваше оборудование жрет электричества, точнее мощности, и подходит ли ваш BP по мощности к этому оборудованию. Потому что, если, например, вы использовали старый блок питания, но установили туда более новое оборудование, особенно мощные какие-нибудь процессоры, особенно, к примеру, мощную видеокарту, то, возможно, ваш BP просто, и это все дело не тянет, и работает в предельных для него нагрузках. Когда блок питания работает в предельных для него нагрузках, он подает сниженные напряжения на тот же самый процессор, на оперативную память и так далее. И вот из-за этих сниженных напряжений, которые не дают той мощности, которая нужна оборудованию, оборудование начинает тупить, работать медленнее. Это будет и по процессору, то есть сбоить, грубо говоря. Это можно AIDA и той же самой проверить. Когда у вас сбоит оборудование из-за блока питания, у вас будет просто компьютер выключаться при режиме теста. И там же вы можете проверить, например, температурный режим, что у вас происходит с вашим процессором, видеокартой, что у вас происходит со всем оборудованием, где что может перегреваться. Ну и последний момент, если уж то, что я вам сегодня рассказал, и все те видео, которые вы можете пересмотреть в зависимости от ваших проблем, вам не помогают, то, скорее всего, ваш компьютер дно, и мы возвращаемся к тому, что я сказал в самом-самом начале. Вам не помогут никакие оптимизации, никакие настройки, никакие там поиски драйверов, если ваш компьютер дно. И не надо на это обижаться. Я прекрасно понимаю, какие есть компьютеры на территории наших стран. Вот кто использует компьютеры там 20-летней давности, и для многих это нормально, они считают, что вполне себе можно такие компы использовать. Я понимаю, что есть проблемы с финансами, вот, и не каждый может себе позволить хороший компьютер, не каждый может позволить себе его постоянно покупать. Поэтому, если вам не помогает ничто, ну, значит, старайтесь использовать более старые версии игр, более старые версии программ. Пытайтесь сидеть вот на том, что у вас работало более-менее нормально, не пытайтесь тянуться к чему-то новому, что требует огромное количество современных вычислительных ресурсов. В общем, если ваш компьютер дно, то вам мало что поможет. Но это не беда. Можно попробовать использовать что-то старенькое, сидеть на этом стареньком до тех пор, пока это не начнет бесить, либо до тех пор, пока это просто не перестанет работать, и появится уж совсем все новое. В общем, вот такое вот было видео. Понимаю, что видео было малой практической части, но всю практическую часть в этом видео я не хочу рассказывать, потому что видео просто получилось бы, я не знаю, на 2-3 часа, если бы я все конкретно отдельно показывал. Для этого и существует мой канал, потому что на канале я показываю различные варианты того, что вы можете порешать с вашим компьютером, и на данный момент не только с компьютером, но и с Android, потому что по Android я тоже выпускаю интересные видосики. Очень многие видосики там уже набрали больше миллионов просмотров. В общем, заходите на канал, смотрите. Здесь есть уже и собраны, наверное, все возможные решения по настройке оптимизации вашего компьютера, вашего Android. Во вкладке «Сообщество» я теперь буду периодически задавать вопросы, что вы хотели бы увидеть в моих видео. И мы будем вместе с вами обсуждать, что выпустить, какое следующее видео мне сделать, чтобы вам это было интересно, чтобы вам это было полезно. Естественно, ищите эти комментарии во вкладке «Сообщество». Я думаю, там они будут периодически появляться. Видео вам помогают. Не забывайте о том, что вы можете подписаться на канал. Когда подписываетесь, там обязательно два раза кликайте по колокольчику. В общем, если вдруг все это вы уже сделали, и еще каким-то образом хотите помочь моему каналу в развитии, зовите своих друзей, рекомендуйте им посмотреть мои видео, рекомендуйте им подписаться на мой канал. Я вам буду за это очень-очень сильно благодарен. Естественно, вы будете помогать в развитии этого канала. Ну а на этом всем пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова